Тренд этого года. Больше полок для продуктов региональных производителей. Что будет с ценами? Не для слабонервных. Барнаульская квартира оказалась пропитана трупной жидкостью. Пожилую соседку сверху обнаружили спустя несколько недель после смерти. Спугнули пернатых. Из-за чего птицы в косихе покидают свои гнезда и чем это грозит? География расширяется. Массовая гибель пчел зафиксирована уже в 10 районах Алтайского края. В общей сложности погибло 2500 насекомых. Так в одном из сел Бийского района пострадало сразу 13 пасек. Пчеловоды до сих пор не могут прийти в себя. На восстановление потребуется минимум 2 года и большие вложения. Все, она практически пустая. И пчел нету. Вы видите, что семья отошла полностью. Пчеловод из Бийского района Вячеслав Паршин в начале этой недели потерял весь свой заработок. Пасеку около 200 семей. Причина гибели, по словам пасечника, опасны ядохимикаты, которыми обрабатывают рапсовые поля от вредителей. Сейчас мужчина ждет результатов экспертизы. Если причина подтвердится, то он и еще 12 пострадавших пчеловодов будет подавать в суд на фермера, который нарушил правила и порядок обработки полей. В газете написано, я прям сам лично читал, 3 июня будет производиться обработка до 30 июля. То есть получается, в практически 2 месяца наши пчелы должны сидеть в ульях и никуда не летать и ничего не делать. Это нереально? Это по-русски фелькина грамота. Как прокомментировали массовую гибель пчел в Министерстве сельского хозяйства региона, и реально ли заменить вредные химикаты на менее опасные, от которых не будут страдать ни насекомый, ни человек, расскажем завтра в специальном репортаже итогового выпуска новостей. Тренд розничной торговли этого года – регионализация торговых сетей. Да, в супермаркетах уже были представлены продукты малой родины, но теперь их сегмент собираются сделать больше. С одной стороны, чтобы жители ели продукты, в качестве которых не сомневаются. А с другой стороны, цена регионального отечественного производства должна быть ниже. Анастасия Дороган продолжит. Не хочешь пропасть – попади на большую полку. Ритейл как выход, особенно для небольших локальных компаний. Тренды 2022-го – федеральные торговые сети стремятся расширить сектор региональных производств. Доверие к региональному продукту у покупателей в несколько раз выше. И если речь идет именно даже о свежих продуктах, о молочных продуктах, то здесь доля доверия и потребление доходит более чем 65%. Больше всего свое ждут молоко, сырое и сливочное масло, сообщают в крупной торговой сети. Свое, как противовес чему-то из столицы, отлично заходит не только в Алтайском крае. На сегодняшний день поставляем наши продукции не только в Алтайском крае, но в Новосибирской области, в Красноярский край мы поставляем в Омскую область. По оценке Управления по пищевой промышленности, от 40 до 80% продуктов наш край вывозит. Проблемы у нас с фруктами и овощами, и это еще один шанс занять ниши. Если брать непродуктовый сектор, в продаже скоро должны появиться алтайские подгузники. Сырье импортное, производство барнаульское. Лучше впитывают, действительно. Б, они имеют нейтральный запах, при том, что это отмечают все родители. И, в-третьих, у нас очень классные крепкие липучки. Мы сейчас приняли решение делать ребрединг и выходить на большие объемы маркетплейсы, ритейлы, онлайн, офлайн площадки. Made in Russia, более того, Алтайский край, должен сдержать цены. Но импортные комплектующие, сырье, подорожавшие удобрения, на стоимости скажутся, не отрицают компании. В случае сельского хозяйства цена продуктовой корзины обновится после нового урожая. Туда тоже заложат импортные комплектующие, удобрения, упаковку. Но устроить прогнозы никто не берется. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком. С июля вывоз отходов подорожал в шести из семи мусорных зон Алтайского края. Причем именно эта коммунальная услуга изменилась заметнее всего. Почему так происходит и возможно ли сформировать справедливый тариф для населения, обсудили на дискуссионном клубе «Точка зрения», который прошел в сибирской медиагруппе. Больше всего оплата выросла в барнаульской зоне. Рекоператор поднял тариф сразу на 25%. И теперь жителям многоквартирных домов за вывоз мусора придется платить на 14 рублей больше с человека. То есть семья из четырех человек ежемесячно будет отдавать на 56 рублей больше, чем прежде. Такие темпы повышения тарифа обоснованы экономически, утверждают специалисты. И подчеркивают, они не снизятся до тех пор, пока не будет выстроена в регионе эффективная система утилизации отходов. Должны быть понятные, условно говоря, горизонты для бизнеса. И должны быть понятны условия для населения, как изменится тариф. Почему? Потому что любые большие положения, они предполагают, в любом случае, отражение потом в тарифах. И мы должны с вами, как дотационный регион, понимать, за счет чего мы будем компенсировать вот это увеличение тарифа. По условиям мусорной реформы система утилизации отходов в каждом регионе должна быть отлажена к 2030 году. Но уже сегодня, по нормам Санпина, рекоператор обязан полностью охватить свою зону услугой по вывозу мусора. Причем, независимо от темпов накопления отходов, вывозить их регулярно из всех населенных пунктов, включая самые отдаленные. При этом тариф для жителей одной зоны – единый. Плата граждан, она все-таки формируется в знаменателе, да, у нас объемы. Тариф расхода у нас не уменьшится. Поедет мусоровоз за одним ведром, либо за двумя ведром мусора. Мусоровоз, он туда поедет. Определенного качества, технических характеристик, только тариф, когда будет формироваться плата граждан. Но в знаменателе будет меньше объем, он будет выше тогда. Федерация обещает регламентировать вывоз своих твердых коммунальных отходов в таких населенных пунктах. Это действительно проблема. Мы движемся в сторону расширения, особенно в удаленных зонах расширения этой услуги. Но, к сожалению, встречаем и обратный отход от населения. Они говорят, что мы никогда не платили и платить, наверное, не собираемся. Сегодняшний единый тариф несправедлив, считают рекоператоры. По их мнению, куда правильнее перейти к учету отходов по факту. Тогда и оплату за вывоз мусора можно уменьшить. Реформа сшита так, что ко мне в квартиру кто-то приходит, у меня убирает, все делает, уходит. А я лишен возможности, как-либо эти процессы контролировать. А пока норматив накопления не отвечает фактическому потреблению, людям придется смириться с темпами роста услуги. И это очередной права у мусорной реформы, убежден глава сельсовета Первомайского района. Любая реформа, будь то реформа, связанная с капремонтом бедомов, будь то реформа с мусором, это не для того, чтобы решить проблему. Это для того, чтобы освоить большие генеральные деньги бюджетные, с одной стороны. С другой стороны, создать условия в регионах для аффилированной структуры, заменить детишку, молодчишку. Все. Пока будет такой государственный подход, ни одна реформа, в том числе и мусорная, будет неудачной. Участники дискуссионного клуба при этом отметили, что в Алтайском крае тариф за вывоз мусора – один из самых низких среди регионов. Впрочем, как и уровень доходов населения. Елена Макаренко, Александр Антропов. День с толком. А далее слабонервным лучше уйти от экрана. Социальные сети накануне потрясли кадры из барнаульской квартиры, в которой несколько недель пролежал труп пожилой женщины. Наша съемочная группа встретилась с семьей, которая проживала под бабушкой. В их квартире сейчас невозможно находиться. Потолок и стены пропитались трупной жидкостью. Подробнее в материале Ирины Корчагиной. Пузырь. Вот висит. Вода плюхает. Если бы только жители этой квартиры знали, с какими пузырями и водой они имеют дело. Думая, что в подъезде произошла коммунальная авария, люди даже не догадывались, что в квартире сверху лежит труп пожилой женщины. Слесарь, который пришел перекрывать краны в квартире, сказал, что там все перекрыто, все сухо, и все, что у нас на потолке, это все с бабушки стекло. Но сказать, что это был шок, это был какой-то приговор, конечно. Тело вот тут было? Там все это было в кусочках, в пятнах, никто это ничего не убирал. То есть там какие-то одеяла все это прикрывали, там ползали черви, опарыши. То есть это все так и осталось по сей день. Никто там не убрал даже эти одеяла. Еще двое суток после выноса тела с потолка капало. Неудивительно, по предварительной оценке экспертов, бабушка пролежала в квартире около месяца. Чтобы слить несколько литров трупной жидкости, пришлось обзвонить несколько клининговых компаний. Трупный яд проник в квартиру Анны, когда потолок уже провис. А вот запах на лестничной площадке, где жила пенсионерка, стоял не один день. Каким образом вообще она общалась со старшим по дому, со старшим по подъезду, потому что такое количество времени пролежать, что труп разложился, его разорвало, и он пришел в гости к соседям, тоже говорит, вы куда все смотрели. Каким образом осуществлялся клиринг подъездов, уборщица приходит, запах стоит, но должны были забить тревогу. Об умершей пенсионерке известно немного. Ей было 76 лет, она жила одна и никто не видел ее родственников. А накануне они вдруг объявились. По словам жителей подъезда, сегодня кто-то забирал вещи бабушки. Жильцам удалось выяснить, что квартира пожилой женщины находится в муниципальной собственности. В мэрии нам сообщили, что сейчас ищут клининговую компанию для уборки. Но Анна и ее муж считают, что теперь необходимы радикальные меры, как, например, вскрытие полов. Квартира куплена в ипотеку, нам еще миллион выплачивать за нее. Даже продать ее сейчас в таком состоянии, то есть с запахом и с историем, я не думаю, что она уйдет по рыночной стоимости. Так что квартира с вытекающими последствиями продолжает пустовать. Теперь многодетная семья вынуждена жить у родственников за 80 километров от Барнаула. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Продолжим. Из-за рубки лесов в Косихинском районе птицы стали покидать свои гнезда. В частности, речь идет о совах. Громкие звуки бензопилы по соседству спугнули пернатых. А там, где раньше были гнезда, теперь щепки допни. Чем грозит лесозаготовка, в том числе и для других птиц, узнавала Анна Рашагирова. Это могли бы быть крепкие сосны, но теперь это лишь дрова. Кто занимается вырубкой лесов, а главное, законно ли, нам еще предстоит узнать у Минприроды края. Мы уже отправили туда запрос, и там наверняка знают о массовой вырубке лесов в Косихинском районе. Однако нас интересует и другой вопрос. Как к такой картине относятся лесные жители? Ведь птицам-то все равно на закон. Но не все равно на неприятное соседство с человеком. В самой чаще леса в окрестностях села Верхжилино едва слышен щебет птиц. Так в этом месте было не всегда, и визуально тоже. Еще прошлой осенью крона этих деревьев была устремлена вверх, рассказывает местный житель Роман Алдергот. Фотограф-натуралист встретил тогда пару взрослых сов. Ящик, который я развешал по осени, повешал. Здесь рядом держались совы. Я подумал, что птенцы должны быть либо в гнезде, либо рядом. Поснимал, чтобы они стали беспокоить. И ушел потом, через пару недель, я пришел, чтобы проверить птенцов. Они должны были подрасти уже. Однако скворечник оказался пуст. Следов пребывания птиц в них тоже не было. Видимо, взрослые особи улетели, так и не оставив потомства. И понятно, в нескольких шагах от домика для пернатых вовсю рубили лес. Тут живет постоянно шум пилы, деревья падают, грохаются. Все это шумит. А совы прислушиваются к каждому шороху. Они ловят мышей, слушают мышей. Все это мешает. Если даже какие-то гнезда страдают не от того, что их спиливают, но и от того, что рядом идет такая интенсивная работа, конечно, это просто гибель кладок, гибель птенцов. Понятно, что в этом месте они гнездиться уже не будут, особенно если деревья будут спилены, на которых они гнездились, потому что совы гнездятся в чужих гнездах. То есть должно быть что-то гнезда другого вида. Обычно это гнездо либо коршуна, либо гнездо конюка, которое сова достраивает уже, то есть она не строит с нуля это гнездо. К слову, в ответе от Минприроды края спил деревьев назвали рубкой ухода, который проводит Боровлянский лесхоз. Ущерб птицам по документам не мог быть нанесен. Гнезд поблизости не было, миграция птиц уже прошла. Но в период гнездования, утверждают орнитологи, рубок быть не должно или сроки их необходимо сдвинуть. По крайней мере, во всех документах для лесопользователей это должно быть прописано. Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком. На Алтай приехали 50 детей из Донецкой Народной Республики. Они участники проекта университетских смен, в котором задействованы ведущие вузы страны. В Алтайском крае проект курирует педагогический университет. Именно его преподаватели и студенты должны подарить детишкам яркие эмоции и спокойный отдых. Накануне торжественно открыли первую смену. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Безмечежный отдых и знакомство с историей Алтайского края. Именно это ждет детей из ДНР в ближайшие 10 дней на университетской смене. Пилотные проекции «Задумка», «Минпросвещение» и «Минобурнауки России» для подростков из Донецкой и Луганской народных республик. Мы подготовили для них большую образовательную программу, которая включает в себя поездки в село Полковниково, в село Сростки на родину Василия Макаровича Шикшина, знакомство с нашим университетом, с культурой России, с технопарком универсальных педагогических компетенций. И сделали так, чтобы вторая половина дня была направлена на то, чтобы они как можно более интересно провели время вместе с вожатами, с тематическими мероприятиями. Сейчас на смене 50 детей от 12 до 17 лет. Каждый ждет новых знакомств и ярких эмоций. Для них поездка на Алтай – это шанс отвлечься от того, что происходит на их родине. Эмоций, да, очень много, правда. Я вообще, я в предвкушении всего. Я не знаю, чего ожидать, потому что пока что все настолько круто, а что будет дальше, я вообще даже представить не могу. Даже очень хорошо, что нас как бы в этот лагерь университетский отправили, потому что мы получим новые знания. Мы будем их получать, мы будем что-то узнавать, что-то о России, потому что Россия – это любовь. Побольше друзей, познакомиться, узнать чего-то о вашем Барнауле, о городе. Я, может, собираюсь где-то в Россию поступать, переезжать в Россию. Выбираю сейчас или в Москву, или в Ростов. Почему именно эти города? В Москве много знакомых, получается, поэтому, и в Ростове тоже. Мы очень рады приветствовать ребят, и вы сегодня были на нашем празднике, вы почувствовали эти эмоции, эмоции у наших гостей, у ребят, которые приехали. Эмоции у нас, потому что мы их очень ждали, мы готовили программу, мы боролись с непогодой, но мы победили, наша смена запустилась. Всего для гостей из ДНР педагогический университет проведет три профильные смены. Они пройдут на базе вузовского санатория-профилактория «Мечта». Вторая стартует 18 июля и продлится до 27 числа. В вузе ждут еще 50 ребятишек из Донецкой и Луганской народных республик. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Он служит в Росгвардии, она в Уфсин. Вместе они воспитывают три дочки, сына и служебную овчарку Еву. А ведь прекрасной многодетной семьи Харахординых могло бы и не быть, если бы однажды отец семейства не переплыл горную речку и не завоевал сердце любимой. Сегодня, в День любви, семьи и верности, расскажем о харизматичной и счастливой Барнаульской чете. Тренировки с Евой проходят на ура. Бельгийская овчарка без преувеличения, пятая ребенок в семье. Хрупкая девушка, многодетная мама Оксана Харахордина служит в уголовной исполнительной системе кинологом. Четвероногую подругу могла оставлять на работе, но забрала в семью. Она, дети и муж в ней души не чают. Лыжи, конные прогулки со спортом. Особенно зимней, на ты вся семья. Дочери уже стоят на горных лыжах. Четырехлетний Дима осваивает классические. В свободный от работы, тренировок и учебы время семья гуляет в парке. Причем не важно, что за погода на дворе. Им хорошо вместе, в любую. Историю знакомства Оксана и ее супруг Михаил уже плохо помнят. Это было почти четверть века назад, в 10-м классе. Михаил влюбился в Оксану сразу, а нас спустя время. Он покорил мое сердце, когда он переплывал через горную бурную реку. Это просто было что-то. Это был восторг и вот эта вот сила, вот эта мощь. Оксана планировала посвятить жить карьере. О семье даже и не задумывалась, как ранее, об амурных делах. Но жизнь несла свои коррективы. Я была страшная карьеристка, когда я устроилась на работу. Я думала, что сейчас буду работать, работать и работать. А потом родится первый ребенок. А потом было 10 лет декрета. Попробуйте, чтобы мы щуку поймали. Щуку и щуку обязательно поймаем. Летние забавы семье тоже не чужды, часто рыбачат. А вообще говорят, что секрет их многолетнего счастья прост. Делают то, что хотят. Главное, вместе и безумно скучают, когда кого-то и членов семьи нет рядом. Включая их подопечных. У нас еще и хомяк есть. Как они уживаются. Отлично. Никто никого не ест. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком. Утром ваяет, вечером на тренировку. Бодибилдер Антон Овдин успешно совмещает занятия спортом и искусством. Призер чемпионата Европы и Кубка России. Он хорошо известен и как скульптор, чьи работы заказывают национальные заповедники, и которые дарят первым лицам страны. С человеком таких, казалось бы, разных интересов познакомился Дмитрий Дроздов. И в завершение выпуска отличная новость. Генеральный директор сибирской медиагруппы Андрей Абрамов стал лауреатом национальной премии «Медиа-менеджер России-2022». Эта награда присуждается лучшим управленцем отечественных СМИ. В частности, гендиректор сибирской медиагруппы стал лауреатом премии в категории «Топ-менеджмент». Церемония награждения прошла в Москве. Добавим, что Андрей Абрамов руководит холдингом с 2018 года. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эволар». До встречи! Продолжение следует...